Саммит Брикс Об этом мы не только будем говорить далее, но сначала прошу вас поставить лайк и подписаться на этот канал. У нас тут просто действительно интересно. Погнали! Президент Сербии Александр Вучич сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что не приедет на саммит Брикс с 22 по 24 октября в Казани, но пошлет делегацию. Глава государства уточнил, что 23 октября Белград посетит глава Кабмина Польши Дональд Туск. К нему присоединится премьер-министр Греции. Позднее прибудет председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но даже если бы в эти дни визитов в Сербию не предвиделось, ему было бы крайне сложно приехать в Россию из-за разных обстоятельств, которые Путину хорошо известны, добавил Вучич. Великий геостротек потерял еще одного лидера, который должен был приехать на исторический саммит Брикс, как про него говорят российские пропагандисты. После травмированного президента Бразилии пришла очередь президента Сербии. Только вот Вучич не стал где-то биться головой, он просто сказал, что не приедет к Путину. Мол, российский диктатор должен все понять и, наверное, простить. Хотя, честно говоря, как тут не понять-то? К Вучичу реальные лидеры в страну приезжают. Еще бы ему тратить свое время на какого-то питерского гопника, который организовывает фейковую сходку в Казани, которая ровным счетом ничего не значит. Вучичу, несмотря на его достаточно пророссийские взгляды, все равно будущее важнее. И приоритет он расставляет таким образом, чтобы в этом будущем он сидел не на окраинах цивилизованного мира, а играл хотя бы какую-то роль в нем. Чем больше роль, тем лучше. Вот потому Сербия, которая считается надежным партнером России в Европе, как про нее говорит Кремль, старается дистанцироваться от России. И, собственно, отказалась от участия в саммите Брикс. Вывод тут один. Путинский режим становится токсичным даже для друзей, которым он помогает многие десятилетия. Вот вам и братишки-сербы. Я напомню, как этим летом путинская пропаганда с любовью в глазах называла Сербию представительницей самой древней профессии в мире. Вы по-прежнему считаете, что у нас голова должна болеть о судьбе Сербии? Я не знаю, как у вас. Я могу сказать за себя, как частное лицо, безответственное частное лицо. Вообще никакого интереса Сербия не представляет. То, что Сербия повела себя как последняя ку**а, мне кажется, тут даже спорить не о чем. Я как только слышу разговоры про то, что мы должны там кому-то помочь, мы должны, значит, забыть об обидах, потому что мы же империя. Слушайте, империя – это те, кому платят, а не те, кто как л**и позорные платят сами тем, кто их продает, предает раз за разом. Не, ну то, что путинская власть, извиняюсь, л**и позорные, не знаю, запикают это слово или нет, понимает все большее количество союзников Путина. Ну или же тех, кто себя называет друзьями, товарищами диктатора. Дойдем до Лукашенко, я обещаю. Сейчас хочу немного рассказать про то, кто ж вообще приехал на саммит к Бункерному. Инфа на момент записи этого видео. Говорю сразу. Президент Объединенных Арабских Эмиратов приехал, кажется, первым, еще до начала саммита и ночью погостил у Путина на даче. Потом приехал президент ЮАР, Серил Ромофоса, поел хлеб и соль. Премьер Индии Нарендера Моди, который, я напомню, не так давно приезжал в Украину, неоднократно вставлял ножики в спину, тоже приехал уже и даже поговорил там с Бункерным. Еще к Путину прилетел премьер-министр Эфиопии, президент Египта, ну и, конечно же, Си Цзиньпин. Ну, пока все. Из крупных это Индия и Китай. Ну, по понятным причинам. Ведь БРИКС это больше не про российское объединение, это больше про Китай. И про страны, которые хотят что-то от этого Китая получить. В том числе в этом списке стран Россия. Но путинская пропаганда, да и сам Путин, продает все это как свой успех. Это их победа. Хотя сам же будет бегать, как ужаленные по Казани, и просить Си уделять ему хоть несколько минуток своего времени и дать денег. А то не дай бог, Си Цзиньпин пойдет, сам прогуляется по Казани и обалдеет от российского величия. Демонстрация мощи Китая. О чем на самом деле свидетельствует интерес к саммиту БРИКС со стороны зарубежных лидеров? Саммит БРИКС впервые проходит в расширенном формате. К Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африке добавились Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. По словам аналитика, Владимир Путин желает продемонстрировать, что Запад теперь является мировым меньшинством. Однако интерес к организации не связан с Россией, считают эксперты, опрошенные The Washington Post. Привлекательность организаций для стран глобального юга вызвана мощью экономики Китая и разочарованием в неудачах Запада, а не одобрением Путина, считают эксперты американской газеты. Политикам не нужен военный союз с Россией. Возможности стран БРИКС по принятию совместных решений ограничены из-за противоречий между странами. По его словам, Китай и Индия никогда не могут ни о чем договориться. Египет и Эфиопия в напряженных отношениях, а Иран и Саудовская Аравия давно стали региональными соперниками. Говоря еще пару слов про Индию, как я и сказал ранее, МОДИ поддерживает связь с Украиной. Более того, отношения между Украиной и Индией сейчас развиваются как никогда активно. И это, кстати, ключевой показатель того, зачем сейчас МОДИ поехал к Путину в Казань. Не участвовать в пропагандистской зарисовке на тему того, что Индия участник антизападной коалиции. Вообще нет. МОДИ сильно стремится избежать ситуации, когда БРИКС станет антизападным объединением с доминированием России и Китая. МОДИ вообще выступает против расширения объединения БРИКС. И эту точку зрения разделяют Бразилия и ЮАР, кстати говоря. Индии нужен Китай, Индии не нужен Путин, а Китаю нужна и Индия, и Путин. Ну вот вокруг этого они где-то и танцуют. Ну а теперь Лукашенко. Не прошло еще и месяца с момента того, как его сам московский царь награждал орденом Андрея Первозванного в Москве, так белорусский диктатор посмотрел на все это, посмотрел и погнал быстрее искать возможности переговоров с Западом за спиной своего кремлевского товарища. Сегодня сосредоточено все на Беларуси. Поверьте, все на Беларуси. Вчера у меня был такой непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств. И я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами. Насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи. И когда нет средств массовой информации, они говорят честно и откровенно. Вы знаете, богатейшие страны были представлены. Они нам завидуют. Завидуют за то, что мы умеем работать, жить, праздновать. За то, что мы, небольшая по меркам страна, нашла свой путь. Мы нашли свой путь развития. И мы достойно по нему прошли. Картошка в спину, не иначе. С кем именно прошли встречи, Лукашенко не уточнял. Но тут есть большая вероятность того, что белорусский диктатор встречался в том числе с американскими дипломатами. Просто СМИ писали, что в эти дни в Минске были представители Госдепа США. Тем не менее, сейчас разворачивается очень интересное кино. Особенно если учесть тот факт, что с восьмого года у США в Беларуси нет постоянного посла. Лукашенко сейчас хватается за любую возможность и за любую соломинку. Ему важно сохранить свое положение и получить гарантии безопасности. Но роль, реальная роль Лукашенко в текущем геополитическом противостоянии, она близка к нулю. Ноль, 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 ноль и где-то там возможно один. И он понимает, какая роль Путина в этом противостоянии. И понимает прекрасно, куда и в какое место сейчас летит путинская Россия и его режим. Поэтому Лукашенко и хочет и оттуда соскочить как-то аккуратно. И сам-то он присесть не хочет за соучастие. И вот, кстати, пример Лукашенко показывает то, как сильно растерял свое влияние главарь Кремля на своих товарищей за последние несколько лет всего-то. Почему растерял? Да вопрос риторический. Ведь владелец великой и могучей страны России уже давно в глазах всего мира стал сырьевым придатком Китая. И дедушкой на побегушках перед КНДР. Кстати, пар последних. В сети появились новые видео северокорейских мальчиков на российских базах. Как вам вообще тот факт, что президент России главком второй армии мира, у которой потери нет, у которой все по плану, на третий год успешной трехдневной спецоперации бежит за человеческим ресурсом в КНДР? Честно, сказал бы мне кто-то про такое лет 10 назад, я бы никогда не поверил. Но нет, сейчас это реальность. И реальность такова, что КНДР направляет на путинскую СВО 12 тысяч военных. Прикол в том, что такие цифры ставят под сомнение отчеты Медведева и путинского Минобороны. Они там говорят про то, что в России каждый день тысяча добровольцев подписывают контракты с Министерством обороны. Просто возникают вопросы. Ну зачем идти на международные риски ради группы солдат, которых Российская Федерация должна возместить, ну где-то за 12 дней. По тысяче в день 12 дней. Хотя, знаете, по облавам на мигрантов и по постоянно возрастающим единоразовым выплатам контрактникам уже давно понятно, что Вооруженные силы Российской Федерации просто рисуют статистику, в том числе и по набору добровольцев. Мы с вами продолжим сегодня работу над комплектованием вооруженных сил контрактниками. По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%. Темпы в общем и целом достаточно приличные. Самое главное, чтобы не было провалов и не было каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием. Ну и напоследок про КНДР и про Россию. Тут смешной момент. Я вам сейчас покажу то, какие сюжеты крутит путинская пропаганда про Северную Корею сейчас. Вот просто посмотрите на это, а потом скажите, про какое равноправное партнерство с Ким Чен Ином рассказывает всем Путин. Мы смогли стать самой могучей страной в мире, а те, кто пытаются думать иначе, наши враги. Нам все дано, и мы ни в чем не нуждаемся. И поэтому нам некому завидовать во всем мире. Мой папа погиб, когда я был еще совсем маленький, поэтому я жил с мамой. А когда мне было пять лет, я потерял и маму тоже. После этого я рос в детском доме, под опекой нашего великого... Давайте поприветствуем наших великих вождей. Эта фотография сделана 30 июля 2009 года, когда великий полководец посетил нашу фабрику. Фотография посередине сделана 4 сентября 2012 года, когда в наш дом приехал уже маршал. Каждое утро мы выходим на кухню и любуемся этим великолепным памятником. Мы идем на работу, исполненные желания достичь еще большего. В прошлом году мы первыми выполнили план, и у нас появилось наибольшее количество передовиков. А это стул, на котором любимый и уважаемый руководитель, товарищ Ким Чен Ын, сидел во время посещения класса информационных. КНДР – самая могучая страна в мире, а жители КНДР – самые счастливые на земле. Ничего не напоминает? Я очень сомневаюсь, что в КНДР крутят подобные сюжеты про путинскую Россию. Буду на этом заканчивать, друзья. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok